Лишь это объявление осталось от прежнего вахтёра общежития «Намира». Уволили его ещё летом. Новость о том, что это общежитие, принадлежащее Нижнекомск-Нефтехиму, станет городским, жильцы слышали. Ну сейчас, мне кажется, будет хуже. Оно уже хуже. А как вы это определили? Ну потому что по мусору, поэтому ты ходишь здесь, и дети безобразно ведут. Постоянно вот эта дверь ломается, не работает. И жильцы уже не такие дисциплинированные, как они были раньше. Но так думают не всем. Например, Даниэпа теперь работник 9-го дома управления. И ей обещали повысить зарплату. Пока я вот месяц работала, пока зарплату не получила, но обещали побольше. Из 29 общежитий Нижнекомск-Нефтехима 18 станут городскими. 11 будут обслуживать управляющие компании города. Коммунальщики говорят, что от этого переезда жильцы общежитий должны только выиграть. Первый плюс – шаговая доступность. Вторая – экономия. Тарифы у нас без НДС. То есть жилищные тарифы, они без НДС мы работаем. И поэтому тарифы дешевле на 18%. Это жильцы тоже, скорее всего, ощутятся в своих квитанциях. Порядка 150 рублей, возможно, экономия будет. Вторая новость, наверное, самая приятная. Все 18 общежитий, которые станут городскими, можно будет приватизировать. Исполнительным комиссетом разработана дорожная карта, составлен график работы взаимодействия всех служб. Документы по приватизации будут приниматься в многофункциональном центре в 8 окнах. В администрации также добавили, что подать документы на приватизацию желающие смогут до 1 марта. Айгули Блонская, Рина.